здравствуйте уважаемые друзья с вами я ольга вишневская наша передача удачи на даче мы сегодня находимся в моем питомнике растений но как же без плодовых деревьев очень хочу поделиться своим опытом которые научили меня братья помалейка денис и антон большое им человеческое спасибо первая обрезка при посадке саженцев должна быть самая минимальная что я и сделала хочу поделиться вот растению два года я сажала осенью прошлой ей два года вот мой первый срез вот моя коленка по коленку я сделала срез у меня выросла раз два три четыре ветки ребят посмотрите сколько лишь вот смотрите это все вот ягоды видите растению два года напоминаю 2 вишня обладать широким спектром лечебных свойств и по количеству полезных веществ уступает лишь земляники наличие витаминов и микроэлементов способствует укреплению стенок кровеносных сосудов предупреждает развитие анемии и повышает иммунитет другое название плодов вишни сердечная ягода она показана людям имеющим проблемы с сердцем или сосудами совсем недавно ученые выяснили что ежедневное употребление ягод вишни в определенных дозах препятствует росту раковых клеток почему мы это делаем обрезаем для того чтобы заложилась цветочная почка чтобы у нас были цветы на наших деревьях для того чтобы сон как закладывается цветочная почка солнце попадает на ваше растение на ваши ветки и при этом вот она да солнышко солнышко сюда попало один год на второй год начались цветоносы ура два года мы кушаем ягоду самый первый срез самый важный кстати я в этот в этот год сажала также грушу на ней есть три цветочка грушу срезала также по колено она у нас такая же маленькая вот она в другой стороне мы сейчас немножко камеру перевернем мы обязательно вам покажем вон она груша она тоже малюсенькая и на ней уже есть первые цветоносы конечно я говорю всегда убрать но мне этим некогда заниматься будет значит будет поэтому первый срез самый важный и потом обязательно конечно весной обязательно обрезать не бойтесь средства и растения чем больше вы режете весной тем более будет высокий урожай и крупнее будет ваш урожай давайте сейчас перейдем груши я вам покажу грушу были посажены в одно и то же время плоды вишни богаты антиоксидантами в частности антоцианами гликозидами обуславливающими окрас ягоды этот растительный пигмент помогает организму бороться с воспалительными процессами и оксидативным стрессом из-за которого повреждаются здоровые клетки помимо этого антоцианы выводят из организма мочевую кислоту и предотвращают ее кристаллизацию с последующим оседанием на суставах таким образом вишня может стать помощником лечение подагры или как минимум поможет ослабить ее приступы здесь у нас еще есть вот такая же вишенка вот она видите маленькая тут у нас еще одна грушка тоже маленькая это все было посажено в один год и вот наша звезда еще одна груша тоже вот он первый срез опять же показываю по колено ровно по колено и вот они первые цветоносы вот они попало солнышко даже есть вот лодики уже торчат вот так что уважаемые дачники не бойтесь резать свой сад вы делаете для растения только лучше не забывайте обязательно все срезы замазывать которые превышают один сантиметр чтобы растение не заболело в плодах груши содержится уникальное эфирные масла биологически активные вещества которые способны повышать защитные силы организма противостоять инфекционным заболеваниям оказывать противовоспалительное действие даже бороться с депрессией много в груши макро и микроэлементов поэтому рекомендуется употреблять груши при быстрой утромляемости головокружение учащенным сердцебиение возникающих при усиленной физической нагрузке а также чтобы восполнить недостаток железа в организме я хотела бы рассказать про такой сорт спирея это спирея серая в простонародье наверное ее называют невеста потому что она обалденно просто как и невеста сейчас уже пора форзиции прошла когда форзиция у нас цвела сейчас ее очередь вообще декоративные кустарники это замечательные вещи которые просто вот просто она одаряет своей красотой спирея листопадный кустарник семейства розовых отличается неприхотливостью в уходе и обильным цветением всего насчитывается более сотни видов растения на любой вкус по периоду цветения спиреи подразделяются на две группы цветущие весной и летом весенне цветущие спиреи как правило формирует соцветия белого цвета на прошлогодних побегах мелкие цветки покрывают весь вкус создавая шикарное цветочное одеяло за которым практически не видно листьев и веток спирея серая не очень привередливая растет она практически везде единственное что не забывайте о том что она очень высокая но не боится стрижки стрижется как в виде шара так и в виде ромба квадрата даже треугольника тут уже ваша фантазия и ваш ландшафтный дизайн всего участка спиреи бывает очень большое множество но серая спирея наверно одна из самых популярных везде и всегда просто своей красотой и особой неприхотливостью еще хотела бы вот рассказать небольшой раз мы уже тут рядышком находимся то есть западная сморак туя западная сморакт один из самых популярных представителей семейства кипарисовых дерево имеет форму продолговатого конуса с ярко выраженной кроной и густым хвойным покрытием она очень податливая благодаря чему ландшафтные дизайнеры любят придавать ему разные скульптурные формы туя сморакт вечно зеленое растение значит будет оставаться таковым даже зимой и спустя сотню лет кстати средняя продолжительность жизни до 130 лет она бывает как зеленого цвета так и золотистого хотела очень обратить внимание что вот эти два растения были посажены в одно время только приросты абсолютно разные сморакт золотой считается медленно растущей туи у нее прибавляется в год 15 20 сантиметров а у сморакта зеленого 25 35 причем чем растение старше тем быстрее прирост то есть если мы маленький череночек сажаем он окрепнет только через два года а когда уже вот такая туя то есть она мне к осени должна быть уже вот так потому что она уже взрослая на этом месте она уже сидит третий сезон и прирост на третий год он еще все больше и больше но если вы еще подкормите свои растения туи кстати очень любят азотные удобрения для того чтобы был хороший рост то она она пойдет быстрее быстрее расти наши дачные советы надеюсь вам помогают четвертое июня благоприятное время для посева рейски черной для зимнего хранения 5 июня формирование томатов перцев баклажанов огурцов дым и арбузов в теплицах 6 июня можно посадить лук сивок на репку 7 июня рекомендуется посадка всех корнеплодов клубнивых и луковичных культур 8 июня можно провести уходные работы за растениями в теплице 9 июня нежелательной работы с травянистыми культурами 10 июня не рекомендуются посевы и посадки здравствуйте я с удовольствием приняла приглашение передачи удачи на даче и приехал в гости к денису помалейка здравствуйте денис здравствуйте первое что мы увидели у вас на участке это обалденные кусты жимолости которые усыпаны огромными ягодами мы уже попробовали их они похожи чем-то на чернику расскажите пожалуйста про эти ягоды тем более они в июне уже весь июнь они плодоносят я в первую очередь хотел сказать что жимолость это такая же культура как и все не надо ее бояться есть определенные моменты которые нужно знать это посадка желательно на осень либо в горшочке весной если вы покупаете с оголенной корневой системой жимолость и садите ее поздней осенью то она как правило не приживается по это потому что это ранее вегетирующее растение то есть обязательно поздняя осенняя посадка либо ради весенняя посадка с обязательной подкормкой азотной и микроэлементами это первое что я хочу сказать вам и тогда у вас будет расти отличная ягода свое латинское название рот этих растений получил в честь немецкого математика физика и ботаника адама ланицера всего природе насчитывается около 250 видов жимолости распространенных почти во всех областях северного полушария однако из них лишь несколько видов съедобный один из известных всем несъедобных видов волчья ягода съедобные виды жимолости произрастают на побережье охотского моря восточной сибири на камчатке и сахалине это ягода очень ранее вкусная напоминающая чернику покупать жимолость надо только в специализированных питомниках и садовых центрах которые закупают растения из питомников на рынках покупать можно у проверенных людей которые этим занимаются давно у каких-то людей которых вы не знаете да первый раз видеть это лучше не покупать жимолость потому что хороших сортов еще мало пока распространено вот но я их сразу вам перечислил очень хорошая селекция бахчарская прежде всего самый неприхотливый сорт югана из нее этот сорт средне поздний ягоды много долго висит на кустах растет хорошо бахчарский великан сорт этот сорт очень крупноплодный размер ягоды большой куст высокий растет хорошо вкусный очень вот я вам сразу покажу веточку вот видите какая урожайность у него может быть но ягоды прям сыпется потому что уже время ему же как бы вот такие плоды имеют ну до 4 сантиметров ну тут три с половиной где-то ну по четыре такая ягода хотелось бы еще отметить сорт гордость бахчара этот сорт ранний отличие ягоды то что они форме полумесяца это и главное отличие они такие необычные узенькие четыре с половиной сантиметра в длиной очень вкусная растет хорошо этот сорт я могу показать вам сразу что он себе представляет вот такие ягоды длинная очень десертная вот они ничем не спутаешь еще такой налет интересно своеобразно этот сорт стоит отметить он зимостойкий болезнему сточу растет хорошо сорт нарымская это из тоже из серии бахчарских сортов сорт очень урожай надо отметить среднерослый много ягоды дает вкусный вот посмотрите какая урожайность у него обидно все в ягоде хочется сказать что у каждого сорта свой вкус ягоды есть сладкие чуть-чуть с горчинкой есть кисло-сладкие есть просто кислые есть чисто почти сладкие то есть нельзя сказать что лучше сладкая чем кислая правило если есть горчинка то она дает особенный привкус то есть мне даже нравится когда с горчью какой-то и обычно ягоды чуть-чуть с горчью они более подчеркивают характер самого сорта конечно разделить можно жимолость на несколько групп это растения которые хорошо растут растения которые средне растут и которые вообще плохо растут ваша задача купить такой сорт который будет хорошо расти сорта которая хорошо растут это сибирячка хорошо растет сорт и дает все эти сорта дают отличные плоды вкусные потом сельгинка сорт дочь великана в принципе есть еще такой интересный сорт синий шарик он растет прям как шарик и ягоды очень крупные чулымская нарымская томичка новинка бахчарских сортов это сорт восторг очень вкусный урожай высокий у нее и технологические и вкусовые качества отличные этого сорта мне кажется это уже такая жирная точка в их селекции все остальное уже похоже на вас на восторг имейте ввиду этот сорт смело покупайте он всем понравится есть еще селекция московская если инградская селекция они тоже с очень крупными плодами нимфа амфора неплохие сорта лебедушка пушкинская волхова есть еще просто ленгардский великан сорт тоже вкусный надо сказать что уже иностранцы начали работать с жимлостью начали выводить свои сорта польские канадские сорта хочется отметить что бахчарские сорта вкуснее хотя польские сорта и канадские они такие более крепкие более круглую круглые в отличие от наших вот но по вкусу все равно лучше российская селекция первые сведения о съедобной жимолости со сладкими ягодами появились в конце 17 века в записках первого открывателя камчатки владимира атласова широкое распространение выращивания жимолости со съедобными ягодами в садах европейской части россии получила в начале 20 века особый интерес она вызывала у жителей районов суровыми климатическими условиями где был ограничен ассортимент выращиваемых ягодных и плодовых культур очень интересная селекция польская чем она отличается от российских сортов тем что у него прежде всего особенный вид листьев то есть она еще может использоваться как декоративная у него листва более округлая более здоровая сама по себе более устойчивая к жаре то есть она эти сорта более приспособлены к европейским условиям и один из этих сортов blue will get называется что нужно отметить что обычно польские сорта они более шарообразная у них такая крона ягода более круглая российские сорта имеет более удлиненную форму ягоды европейцы нравится наверно более круглый от воды вкус у них у этих сортов хуже на мой взгляд чем у российских но будем говорить он более резкий поэтому на мой вкус он похуже может кому-то больше будет нравится поэтому сто процентов не буду делать антирекламу этим сортам хочу показать вам ягоды сразу ягоды вот вот прям видно как они как бочонки да я как покажу прям наглядно и она такая прям такого устойчивого жимолостного вкуса особенного от российских сортов по вкусу еще расскажу отличается еще один яркий пример сортовой особенности польских сортов жимолости вот этот вот кустик 40 вот так вот ягоды тоже бочонка видная лист очень чистый декоративный вид имеет рядом стоит русской селекции кустик он такой более бедный на листву ну зато богаты на ягоду а здесь и хватает листвы и ягоды хватает под густым под густой листвой скрываются ждут вас ягоды жимолости они так вот висят прям так дружно очень крупные посмотрите как правило с сухим отрывом всегда польские сорта и российские тоже в том числе но но эти такие противоударные и размеры и вкус такой своеобразный в основном польские сорта с горчинкой такой преобладающий с такой насыщенностью хочется отметить что бахчарские сорта вкуснее хотя польские сорта и канадские они такие более крепкие более круглые в отличие от наших вот но по вкусу все равно лучше российская селекция и скажите а вот надо парами сажать или там тройками четверками папа мама чтобы друг друга опыляли вообще этот вопрос стоит исключить раз и навсегда все надо садить побольше сортов садить то есть не надо заморачиваться что где опыляется и как все равно правда вам принципе никто толком не скажет как показывает практика бывает что на теории написано так а на самом деле по-другому и нужно еще учитывать природные факторы поэтому садим чего побольше насколько участок у вас позволяет но для семьи мне кажется жимолости с десяток кустов освоится семья легко потому что и жимолости отличное варенье и в заморозке она не теряет своего качества то есть вы ее как собрали заморозили разморозили даже через два года нам и вкусовое качество ничего не тяга это проверяли для мамы троих детей я беру это на вооружение очень ценная информация спасибо ягоды жимолости ценятся за высокое содержание минералов и витаминов таких витаминов как а с группы b органических кислот фруктозы и глюкозы содержание витамина c в жимолости наравне с лимоном и киви по содержанию таких нужных микроэлементов как магний и натрий жимолость превосходит все известные ягоды по содержанию калия уступает лишь брусники а количество п активных вещей самое высокое среди культур обработка нужно хочется отметить что наболеть всем тем же самым что и другие кустарники поэтому профилактические обработки одинаково как по сморозине к рыжовнику так по жимности единственное хочется сказать что обрабатывать ни в коем случае нельзя жимолость в жаркую погоду нельзя обрабатывать в жаркую погоду и нельзя использовать микроудобрения по листу в погоду жарче 20 градусов жимолочь листья очень чувствительное удобрение поэтому это делать нужно в прохладную погоду где-то градусов 10-15 когда весной обрабатываете ни в коем случае не надо обрабатывать допустим утром если днем будет 30 градусов и хочется сказать про почву где ей нужно расти она любит легкие сытые почвы это лучше всего суглинок если это песок то должен быть обильный полив очень хорошо растет вместе там день не тень и солнце то есть половина дня тень половина дня солнца какое-то такое среднее место потому что на будем говорить в сибири там холоднее а у нас тут пожарче и конечно она здесь начинает мучиться когда 30 градусов тепла ягода становится заметно меньше в природе она как подлесок выбирала ну вот будем говорить вот у нас здесь представлена вот как она примерно может расти около деревьев вы вы видите деревья до сзади и как бы притяни это жимолость вот себя хорошо чувствует и ягода не пекется она крупная ягоды жимолости благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему обладает противовоспалительным желчегонным мочегонным действием в лечебных целях используют почти все растения ягоды содержащие повышенное количество витаминов применяют при пониженном аппетите и анемии истощение заболеваниях сердца сопровождающихся отеками употребление свежих ягод жимолости содействует укреплению иммунитета стенок кровеносных сосудов уменьшению риска проявления атеросклероза подкармливать нужно желательно с самого начала самой весны и поздние подкормки они никак не влияют на жимолость потому что она заканчивает вегетацию в момент созревания ягоды это вы должны запомнить вот мы сейчас едим эту всю ягоду и нужно будет подкормить чем ну как правило можно на осень внести калины и фосфорное удобрение но как правило чистить не надо я думаю раз в два года достаточно вообще по правилам запомните 25 грамм на все на любые удобрения это не переборщите на метр квадратной площади главное не перестараться да лучше враг хорошего подкормки азотный скажите это химические микроэлементы должны быть или все же можно например там навоз использовать настой трав залу вообще мы все-таки склоняемся к подкормкой обычными удобрениями то есть навоз мы не используем у себя обычная стандартная норма это 25 грамм аммиачной селитры на метр квадратный то есть вы берете 25 грамм условно щепотку и обсыпаете вокруг куста и с периодичностью две недели вы должны давать до середины лета такую подкормку в том числе это делается только после тщательного полива если вы будете делать это на сухую почву тогда не будет так восприниматься азот быстро как на влажной земле поэтому вы должны это учитывать скажите пожалуйста а земля под кустами она должна быть задернена или ее надо будет перекапывать при посадке молодых растений нужно учитывать что у вас должна быть свободно от сорняков кофе если вы посадите особенно жимолость в траву то у вас получится так что будет расти трава а не жимолость надо чем-то будет этот под кустом землю замульчировать да чтобы не росли сорняки вообще это правильно называется запустить воздух будем говорить в растения то что вы делаете мучу прежде всего это такая мелкая перекопка на уровень где-то 10 сантиметров это вы запускаете кислород корням это делается с весны делается на зиму это не делается многие любят на зиму перекопать вокруг растения сделать все красиво чтобы уже свисты у вас там порядочек был так вообще делать нельзя нужно просто делать это весной и поддерживать чистоту где-то до августа месяца потом дать немножко уже траве это и обойти растение а потом вы можете с весны опять начинать то же самое и получится так что если вы до конца лета поддерживаете относительную чистоту а потом прекращаете полос то у вас задернение сильного не происходит и получается растения дышат это касается всех растений ну некоторые как бы изобретают что-то навоза мучают еще чем-то ну мне кажется это лишнее я бы не экспериментировал просто легкое окучивание земли с помощью плоскорезов покином корневая система вес осенью за счет того что травка немножко ее заросла она как бы и защищена да это тоже это вы все правильно говорите выращивание жимолость актуально для приверженцев народной медицины и по сей день так например настои и отвары сделаны из листьев и цветков этого растения обладает противомикробными и противовоспалительными свойствами отвары применяют при воспалении горла и глаз почек и мочевыводящих путей настойки из коры и веток жимолости принимают при воспалении толстые кишки и по носах ими промывают раны при кожных и суставных болезнях принимают ванны из молодых побегов крыла она никакого же не требует но вообще она не укрывается нет единственная проблема у жимолости возвратные заморозки весной единственное что и может немножко помучить да и снять плодоношение будем говорить когда начинается оттепели зимой бывает недели две жимность начинает свистеть и часть урожая мы можем потерять вот единственная проблема так они жимность удерживает минус 60 градусов